Уважаемые путешественники и путешественницы, я рад приветствовать вас на открытом, я бы даже сказал судьбоносном собрании пересадочной станции в формате подкастов пути. И сегодня мы не просто обсудим текущие новости, вопросы и предложения нашей станции, сегодня мы будем решать ее судьбу. Поэтому, товарищи, я прошу максимального внимания и участия в комментариях, потому что каждый голос, каждое мнение будет учтено и может стать судьбоносным для нас всех и пересадочной станции. Итак, начинаем наше собрание. Да, так и есть, не удивляйтесь, сегодня действительно необычный выпуск в пути. Кроме новостей канала и вопросов, есть еще и кое-что посерьезнее. И это касается будущего канала, а точнее, как будут выходить следующие ролики, в каком формате и так далее. И здесь мне нужно максимальное ваше участие. Ведь моя задача не просто читать и выкладывать книжки на ютуб. Моя главная задача, цель и миссия – стать настоящим проводником в миры фантастики. Хоть на время, но выдернуть вас из обычной жизни и погрузить в другой, не обремененный заботами и проблемами мир. Но об этом чуть позже. Начнем, пожалуй, с новостей и вопросов. Итак, что касается вопросов о следующих книгах, циклах, рассказах, а также просьбах озвучить определенное конкретное произведение. Во-первых, я могу озвучивать и выкладывать на ютуб далеко не все, что захочу. Некоторые книги принадлежат издательствам, и озвучить, и тем более выкладывать в открытый доступ они мне не дадут. За это сразу же бан, страйк, суд и прочая ата-та. Даже если автор не против. Есть также книги не под издательствами, но уже против автор. К примеру, мне писали по поводу озвучки «Крысиной башни» и следующих книг из этой вселенной. Я связался с автором, и автор против открытого доступа. Кроме первой книги, которую уже озвучил Кравец. Следующие книги автор будет озвучивать сам, и они будут продаваться отдельно, никакого ютуба и так далее. И переозвучивать только первую книгу я не вижу смысла. Ведь гораздо удобнее, когда вся серия книг озвучена одним чтецом. В итоге «Крысиной башни» на пересадочной станции, к сожалению, не будет. По этим же причинам невозможна и часть других книг. Я думал, как решить вопрос с книгами от издательств. Если в случае, когда автор против, я уже точно не стану озвучивать, то с книгами от издательств... Возможно, буду озвучивать с доступом только для спонсоров на Ютубе и Бусти, или в Телеграме открою канал. В общем, это вопрос далекого будущего. А на данный момент три выпуска в неделю для меня уже предел и постоянный жесткий недосып. Больше уже физически никак невозможно. И я отвлекся. Что касается предложения озвучить конкретные произведения. Я, конечно, откладываю в закладки ваши предложения, но это приводит к жуткой путанице. И к тому же не все комментарии я порой успеваю прочитать. Поэтому я решил сделать проще. В нашей группе ВК я создал тему с предложениями новых путешествий. Ссылка будет в первом комментарии и описании. Переходите, оставляйте свои заявки и предложения. А когда будет подходить время для выбора нового мира, я уже выберу из всех заявок то, к чему будет тянуть больше всего. Или сделаем голосование. Также прошу всех, кто уже писал свои заявки в комментариях и сообщениях, продублировать их в теме группы, чтобы ничего не потерялось. По поводу постоянной путаницы в сериях, в каком порядке смотреть, где начало, где продолжение. Особенно этот момент критичен для тех, кто первый раз пришел на канал. Да, из-за того, что предпочтение отдается большим вселенным, где уже написана не одна книга, наши путешествия занимают не один месяц и делятся на многие серии. И если зайти во вкладку видео, то можно запросто запутаться, тем более новичкам-путешественникам. И на данный момент решение одно – пользоваться плейлистами. В них все разложено по сериям, направлениям и порядку. Я также планирую снять интерактивный видеоролик «Навигатор» со всеми ссылками, который поможет во всем разобраться. Но когда я это сделаю, пока неизвестно. По поводу стримов и марафонов. На данный момент это невозможно. Просто нет возможности по времени сделать что-то дополнительно. Хотя чуть позже в этом ролике мы решим будущее канала и тему марафонов тоже затронем. Итак, приближаемся к самому главному. После поста о скором выходе подкаста в пути и к чему он приведет, по сообщениям я понял, что ввел вас в заблуждение. Нет, я не собираюсь закрывать канал и отсутствие прибыли никак не повлияет на мое решение. Стать проводником и озвучивать фантастические миры – моя мечта, а не бизнес. В этом плане я, наоборот, был очень удивлен спонсорской поддержке. Честно говоря, я не ожидал. И благодаря вам, собственно, и растет канал. Все деньги идут на рекламу и постепенное улучшение оборудования. И это очень радует. Более того, недавно я первый раз потратил деньги с канала, так скажем, для себя лично. После доната Артема на озвучку мира TX4… Да, именно Артем стал спонсором этих путешествий. Так вот, после его доната, а донат был большой, я часть денег отложил на рекламу, а другую часть мы с женой потратили на покупку коляски и необходимых вещей для сына. Скоро роды, и эти деньги весьма помогли. Так что сынок будет ездить в особенной коляске. И вот это по-настоящему круто. И я, конечно, был бы очень рад уйти с работы и посвятить себя полностью озвучиванию фантастических миров. Но даже если это никогда не произойдет, я все равно буду и дальше проводником пересадочной станции. И буду надеяться, что смогу помочь хотя бы кому-то вырваться из серых будней и отправиться в неизведанные фантастические вселенные. Что касается личных вопросов. Здесь буду краток, чтобы совсем не затягивать выпуск. Покажу ли я свое лицо? Уже показал. Кому интересно посмотреть, переходите на мою страничку в Бусти и, собственно, смотрите. Все вопросы на тему «Почему решил стать чтецом?» про название канала, про мою болезнь и так далее, тому подобное. На канале есть видео «Исповедь проводника». Посмотрите, станет понятно, почему и кто я такой. По поводу любимой музыки и фильмов. Я меломан. Я люблю все направления музыки. Ведь в каждом есть что-то свое особенное, отзывающееся внутри. Но больше все же рок. По фильмам, конечно, фантастика. Последнее время, правда, этого самого времени на кино и нет. А из последнего, впечатлившего меня, это сериал «Черное зеркало». Советую к просмотру. Компьютерные игры. Да, играю, люблю РПГ-стратегии средневековье. Последнее, что играл, это Mount & Blade Bannerlord. Правда, времени играть, опять же, нет от слова совсем. И, пожалуй, уже давно пора переходить к главному вопросу этого выпуска. Что будет дальше с каналом? И здесь я должен пояснить. Такая тема возникла не потому, что я начал думать закрывать канал или мне надоело. Нет. И, как я уже говорил, не из-за денег совсем. Этот вопрос возник потому, что я хочу сделать нашу пересадочную станцию лучше для вас и удобнее. Сейчас объясню. Последнее время все чаще стали приходить сообщения о том, что формат двух-трех выпусков в неделю с разными мирами совсем неудобен. Слушать кусками разные большие книги совсем не то. Только путает и вообще забывает, что было в прошлой серии. В общем, зачем распыляться на все сразу, лучше сначала закончить что-то одно. И да, я и сам об этом думал, но как решить этот вопрос? Ведь кому-то нравится только Схрон, кому-то Химера, кому-то ТХ-4. Да и формат нашей станции такой. Разные рейсы, закрепленные к своим дням в разные миры. Но все равно это вызывает сильную путаницу. Как решить вопрос с поиском всех серий, понятно. Это видеонавигаторы, плейлисты. И в скором времени я это сделаю. Но вот формат выхода путешествий. Быть может, действительно сделать так, все три дня в неделю выходит только одно произведение, пока мы его не закончим? Или может, сделаем один день в неделю для небольших рассказов по типу Отшельника, Дневника Перерожденца, Симпионтов и так далее. А остальные два дня будут выходить серии по одному определенному миру, пока полностью его не закончим? Как вы считаете? Товарищи путешественники и путешественницы, именно сейчас в закрепленном комментарии и описании есть ссылка на голосование. Я прошу вас обязательно проголосовать. И именно голосование и изменит будущее станции. Обязательно ответьте, меняем ли мы полностью формат выхода путешествий или оставляем все, как и было. Делаем два выпуска одного мира и один рассказ в неделю, два разных мира и один рассказ или только путешествуем по одному до победного финала. Если у вас есть дополнения, предложения, пожелания, то пишите в комментарии. Каждый ответ, коммент и голос очень важен, потому что он реально повлияет на будущее канала. И да, до встречи в новых! МИРАХ 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 МИРАХ